Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 26 апреля, я сегодня продолжаю работать в теплице. Вот только что я рассказывала, как мы готовимся к похолоданию, потому что много комментариев таких тревожных, что идет похолодание. У нас тоже будет 0, может быть и минус 1. Я рассказала, что все в центре мы вот сюда вот скучкуемся, будем здесь пережидать. Теперь вот такая тема, которая всегда возникает во время высадки. Если вы тем более будете первый раз в теплицу высаживать, если вообще огородом только занялись, у вас обязательно она возникнет. Смотрите, я сейчас, когда высаживаю, у меня всякие методы использую, потому что, понимаете, рассада есть короткая, есть длинная, есть переросшая, есть вообще карлики. Я все вам показываю. Вот первый способ был, видите, вот там где дырочки. Показывала самый быстрый, когда банку убираешь, вставляешь. Это подходит только вот для таких коротышек. Их не надо заглублять, их и так еле видно, им очень подходит. Для томатов нормального строения, вот Настю высаживала, подходит традиционный способ, когда просто лунку копаем, делаем углубление, заталкиваем туда. Можно при этом немного заглубить, можно не заглублять. Это вот такой самый классический способ. Дальше я показывала способ, что делать с великанами. Вот этот я делала, заглубляла, лежа, горизонтально. Вот сегодня они поднимаются. Это самые-самые такие здоровые были в ведре. Но бывают ситуации, когда, знаете, вот так подойдешь, посмотришь и задумаешься, как его высаживать. Ведь он вроде бы и не переросший, просто она такая здоровая помидорка. Сейчас вот покажу, я уже подготовила, где будет проще вам понять. Вот смотрите, вот я подготовила к высадке. У меня чудо земли. Они здоровенькие такие, у них толстый стебелек, все у них нормальное развитие. Не сказать, что они переросшие, перетянутые, просто они взрослые, видите, у них уже цветочки там. Вот такую рассаду, которая и не короткая, и не великаны, которые заваливаются, вот как у меня в ведрах. Как ее высаживать? Вот тут способ высадки под вопросом всегда. И решение придется вам принимать самим. Вот у меня сейчас вот чудо земли. Я их выставила, сейчас я их буду высаживать тоже. И вроде бы рассада хорошая, ну как, пропорционально развитая. Ее можно и не заглублять, можно и заглубить. Я вам сейчас тут дам подсказку небольшую, как поступать в этих случаях. Вы всегда смотрите, исходя из характеристик сорта. Вот, например, любимый праздник у меня вот этот. У него рост, ну высота то есть, ну я называю рост всегда, рост в готовом виде метр двадцать. Но в теплице чуть побольше он вытягивается. И если вы его даже без заглубления высадите, и тем более он вершкуется сам, он не вытягивается, как вот сильно-сильно, которые индетерминатные. Если вы его даже без заглубления высадите, он вам проблем сильно не принесет. Вот, он такой среднерослый, обыкновенный, нормальный. И вот то же самое королевский. Королевский он, у него метровый рост, метр, метр двадцать. Он никогда не перерастает в меня, он вырастает до плеча. И вот все эти сорта, если проблематично вам заглублять, можно высадить без заглубления. Даже несмотря на то, что они вот, казалось бы, такие здоровые, такие высокие. Просто они уже взрослые. Они уже, видите, в фазе бутонизации, то есть это взрослое растение. Но другое дело, вот, например, вон стоит загадка природы. Она выглядит-то безобидно, точно так же, как вот любимый праздник. Они одинаковой высоты, все. Но она так хорошо пойдет в рост, она может до двух метров вырасти. И если вы дадите ей условия, она может вымахать вообще под самую-самую крышу теплицы. Поэтому вот такие сорта, я всегда стараюсь делать заглубления, хотя бы немного. И у нее, вы же знаете, что у всех индотерминатных намного выше. После 9, 10, 11, даже 12 листа, там есть исключение, еще даже после 13 листа закладывается цветочная кисть, то есть первые будут плоды. Это то есть первые плоды у нас будут только на уровне вот таком вот. А вот эта вот вся буду лыжа, она будет, ну как, голая потом. И, во-первых, не то, что даже эстетически некрасиво, что вот она тянется, 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 а помидорка только на уровне пояса нашего. Это неудобно тем, что высоко, ее придется несколько раз подвязывать, перевязывать, иногда она вот досюда доползает, даже до самого средины. И вот такие сорта, которые очень высокорослые, я стараюсь высаживать с заглублением. Поэтому я вот для начинающих хочу дать такой совет. Перед тем, как высаживать рассаду, если она такая как и не переросшая сильно, но и не короткая, если ее можно заглубить, но вы не знаете, нужно это или не нужно, вы смотрите, те сорта, которые по характеристикам невысокие, не индотерминантные, их можно просто воткнуть вровень с землей, и вот так вот. Они и так высоко не вырастут, но вот те, которые двухметровые, у меня вот есть сибирский изобильный, он очень тянется, я буду его заглублять, то лучше такого же качества рассаду высадить с заглублением. Во-первых, вы себя избавите от лишних проблем, вот от этих метровых, ляновидных потом растений. И, ну это, конечно, дело каждого. Я не говорю, что нужно делать так обязательно. Некоторые высаживают вот эти индотерминантные, и ползут они у них и по 2, и по 2,5 метра разрастаются. Можно потом прищепнуть. Ну вот я делаю так, я эти высаживаю просто, сейчас буду высаживать, а те буду высаживать со значительным углублением, с помощью черенка лопаты. Это я вам тоже покажу. Это у нас будет четвертый метод высадки. Первый был быстрой дырочки, второй был простой в лунке, третий был лёжа горизонтально, а четвёртый будет с незначительным или с значительным углублением, с заглублением, с помощью черенка лопатой я делаю. Ну, можно придумать любое устройство, просто палка какую-то. Всё, до свидания. Это вот такие небольшие нюансы, которые помогают нам, как бы, избавить себя от будущих проблем. Вот так вот. Всё. Субтитры сделал DimaTorzok